Декоративная косметика У меня в самом светлом оттенке Это оттенок 103 True Ivory По моему мнению Это тональная основа Средней плотности Она хорошо распределяется по вашему лицу Не оставляет никаких пятен Мне она очень понравилась И текстура у нее такая Кремовая и не очень Утяжеляет ваше лицо Написано, что у нее Такой идеальный финиш Я согласна в принципе с этим И я очень рада И даже удивлена, что Эта тональная основа оказалась столь хорошей Следующая покупка У меня была из Essence И это их гелевая подводка У меня такая уже была в черном цвете Я решила себе купить В коричневом, чтобы использовать ее Каждый день У меня она в оттенке 02 London Baby Вот так вот она выглядит Очень хорошая подводка Насколько вы уже все знаете Что у нее очень хорошая пигментация И стойкость Тем она мне и нравится Далее из Essence я приобрела себе Такую подводку В форме фломастера Маркера Выглядит он вот так вот Такой острый У нее кончик Кисточка такая Рисует она вот так вот Она очень мягкая Подвижная Поэтому Очень ей легко рисовать стрелку Также заявлено Что эта подводка Очень стойкая Но я пока ей не пользовалась Думаю, что она тоже хороша Поскольку я слышала много хороших отзывов о ней И те, кто ей пользовался Были очень довольны Далее я приобрела себе Такую помаду Из новой коллекции Maybelline Она называется Popstick У меня в оттенке 020 Tropical Pink Это такая полупрозрачная Помада Тире блеск Даже не блеск А гигиеничка Она, наверное, очень хорошо Увлажняет губы Такая она прозрачная Розоватого цвета Вот если я вам покажу Сейчас ее на руке Вы вряд ли ее заметите Поскольку она только отдает Розовым цветом А так она полупрозрачная Вот если вам будет видно Вот такая вот она Очень мне нравится Она очень хорошо Увлажняет губы И продает губам Такой слегка Здоровый Розоватый Оттенок И последней моей декоративной Покупкой Была такая тушь От Revlon Я очень давно ее хотела Приобрести Называется она, наверное Grow Lashes Она позволяет вашим ресницам Быстрее расти Как укрепляет Вот эти корешки ресничек Кисточка у нее очень хорошая Большая Не силиконовая Обычная щетка Очень она хорошо разделяет ресницы В общем, мне эта тушь очень понравилась Заказывала я ее с eBay Далее я перейду к уходовой продукции Я купила себе такой набор От Freeman Здесь гель для умывания Грушевый И маска для лица Шоколад И клубника У меня до этого не было Никакой продукции Freeman Но насколько я знаю И насколько я читала Узнавала У Freeman очень хорошие маски Поэтому я решила попробовать Тем более там была акция И получилось, что я Два бутылька взяла За одну цену Далее я очень давно мечтала О баттере для тела От Organic Shop Который сейчас очень знаменит И наконец-то у меня дошли руки Его купить Я приобрела себе сличи И с маслами Здесь 5 масел Тиаре, авокадо, какао, лимон и герань Написано, что насыщает кожу витаминами Увлажняет и питает Делала я ее более нежной и шелковистой На самом деле этот крем Такой немного жирненький Сейчас я вам покажу Так вот он выглядит Пахнет он очень таким сладковатым йогуртом Очень приятный запах Вот так он выглядит Жиденький такой Этот крем очень хорошо впитывается Не оставляя никакой жирной пленки Очень приятный запах И хорошее идет увлажнение вашей кожи Далее я приобрела себе Еще одну бутылочку репейного масла Я очень люблю наносить это репейное масло На корни моих волос Оставлять где-нибудь на часик На полчасика А потом смывать Я заметила, что при регулярном использовании данного масла Волосы выпадают все меньше И это масло укрепляет корни волос Также из ухода за волосами Я приобрела себе Такой кондиционер Который не нужно смывать Оставлять на волосах Это у меня восстановление и объем От чистой линии Ухаживающий фитотва для волос Для поврежденных и тонких волос Как я уже сказала, с ромашкой Или не сказала, с ромашкой Этот кондиционер улучшает Стояние волос по всей длине Объем без утяжеления Волосы легко расчесываются и блестят На самом деле Этот кондиционер укрепляет волосы И после него волосы очень хорошо И быстро можно расчесать Без каких-либо проблем Это мне не понравилось в нем И тем более, что запах у него не навязчивый Такой травянистый Конечно, кому не нравятся такие запахи То лучше не покупать И последний продукт Также от чистой линии Я купила себе еще один скраб С абрикосовыми косточками Очищающий Все его давно уже знают Скраб с абрикосовыми косточками Он для нормальной и жирной кожи Комбинированной Но поскольку у меня кожа сухая И чувствительная То мне все равно он подходит Также у меня есть скраб с малиной Но с малиной, мне кажется, он более для Подходит Более для каждодневного использования Но этот скраб тоже хорошо очень очищает Не буду его показывать Все уже знают Так что я очень рада, что у меня есть Замена, если что Для другого скраба Ну вот и все мои покупки Если вам понравилось это видео Ставьте, пожалуйста, пальчики вверх Подписывайтесь на мой канал Это совершенно бесплатно Оставляйте свои комментарии Свои запросы Спасибо, что вы комментируете мои видео Подписывайтесь Мне это очень важно И приятно Увидимся в следующем видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok